Беларусь 3 новины культуры 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 Выдавитель «Политоз Бабруйска» про життя Яурея завтра покажет у Гродня коллектив актеров приватного столичного театра «Антрепрызы в окне». Это музычный спектакль «Комедия» у постановки Анжелики Аверковой по мотивам Яуреевского фольклора и веселых реальных историй Жихаров Бабруйска в 30-х и 50-х годах 20-х годах. У спектакля заняты Игорь Петров, Жура Волчак, Сергей Новицкий, Татьяна Ржавская, Белла Шпинер, Наталья Яковлева и Деяна Флеер. Зараз у программе познайомимся с падзеями, что отбываются позамежами нашей краины. Один из самых ярких мастаков початку 20-го ста годя Барыску студию – еще и талиновитый фотограф. Взернуть на творчость мастера с незвычайного ракурсу пропануя мультимедия арт-музик. Фотография была повальным увлечением и модой. Мы знаем, что снимала прекрасно жена Толстовства. Мы знаем, что снимала царь и снимала вся царская семья. Десятки черно-белых вздымков семейного архива Кустодиевых привезли за Астрахани родного города живописца. На многих зиг жонка Юлия – любимая модель мастака. А кроме летопису семейного життя, фотография для Кустодиевых – материал для будущих работ. Атмосферные вздымки родных мастин, сцены життя минулого ста годзя, вязковый базар, селянин с паклажей едзю по березе Волги, дворанские девчины перед купаннем – все негэтая коллекция стала бесценным историчным свеччанем минулой эпохи. Аперета номер один на сусветной сцене. Менавито так называют прахивники гэтага театрального жанру «Сильву Ибры Кальмана». Восежу больше за 100 годов глядачы с хваляванням сочать за лёсом зорки в рьете «Сильвы» и князя Эдвина. А услед за баяльным графом Бони паутараюць. Без жанчин жыць нельга на свете, не. Завтра Аперету, якую можно глядеть и слухать без конца, презентують у Бресте артысты театра «Московская Аперета». Инар Гулиев, Светлана Крыницкая, Леонид Житко, Пётр Борисенко, Валера Гончаренко и Ирина Пинкрат. Эксклюзивное навыково-популярное выданне «Атлас крепости Брест-Литовск. Том 3. Фортовый Аперет» было презентовано на початку студеня фондом развития Брестской крепости в межах международного проекта «Инвентаризация, документация фортов и умоцывание у крепости Брест-Литовск». Яну расповедая про спадчаную историю будавництва усяго комплексу крепости Брест-Литовск за ее 100-годовый период. У Атласе опубликованы редкие архивные сучасные документы и фотографии, а так само чертяжы, карты и схемы, якие знайомець с невядомыми сторонками с историей цитадели. Перший пакулядзіну в своем роде Украинных СНД Мобильный музей-лаборатория Центра океанографии «Аткрытый океан» распачал свою працу на початку студене у Минску. Унутри импровизованного подводного судна разместилось больше за 100 моделей у кораблевых подводных лодок, начинаючи с бочки Ялхима Никонова 18-го стагодзя и заканчиваючи сучасными атомными субмаринами. Речи мораков подводников да следчиков водных галабинь, подарунки беларуских полярников из Антарктиды. Дополняюць экспозицию блокидной аквариумы с морскими и признаводными насильниками. Завтра на телеканале «Беларустры» пропануем вашу увазе пригодницкую стушку «Вертамини резидента», поставленную на Центральной кіностудии дитячих и юнацких фильму имя горкого режиссером Вениамином Дорманом. Гэта протягла поведу про операцию советской контрразведки, пачатага у фильмах «Памылка резидента» и «Лёс резидента». Дякуючы деяння Михаила Тульева отрымовывается продухелить диверсийную акцию заходних спецслужбов и арыштавать нацистского злочинца. Уголовных ролях Георгий Жонов, Леонид Бронявой, Пётр Вильяминов, Микола Прокопович, Евген Герасимов, Ирэн Азер и іншые. Вертамині резидента глядзіться завтра у 15.20 хвилина 21.01 на «Беларустры». Вы знаете, может, это случайное совпадение, но в прошлом месяце в районе их шеприизъятий шпионского тайника была обнаружена очень похожая по размеру и форме банка. И в ней устройство для записи и перехвата разговоров самолёта с командными пунктами ПВО и кодированная передача на искусственный спутник. В Национальном остатском музее Республики Беларусь разгорнулась юбилейная выстава Народного мостака Беларуси у дельника Великой Отшинной войны Виктора Громыки. Примеркованная до 95-ти годзе живописца экспозиция дамостроя тольким малую участку спадчанной талиновитого портретыста и пейзажиста и майстра сюжетно-таматычной картины, які увасобил подвиг и непахисность беларускага народа в тяжких умовах войны. Дадзіная выстава открывает в 2018 годзе серую персональных экспозицій майстров, які стали классикой беларускага мастацтва 20-го стагодзе. У арт-гостюм невысокое место, протягваецца выстава мастацкага текстылю и костюма гиперсувязі, студентам Беларусской Державной Академии Мастацтвау. У экспозиции представлены курсавые дипломные проекты, выкананные студентами специальностей «Мастак по текстылю» и «Мастак по костюму» за опошние три годы. Дадзіная работа адлюстровуюць процессы переемностей и трансформации у сучасном мастацтве. Закрынаюць актуальна тема, звязанная з экологией, глобалізаціей і местам беларускіх культурных каштовностей у сучасном мастацтве. У столичной Мастацкай галереи Михайла Савицкага ладзіцца выстава легендарнага спартывнага фотографа Льва Барадуліна, примеркованная да 95-годзя классіка і 23-м зімовым олимпийскім гульням. Як корреспондент часопіса «Ганёку» в 50-е і 60-е годы минулого гастагодзя Барадулін объездзіў у весь свет, здымаюча олимпіяды і всезначныя спартывнага падзеи. Умінні па майстырску зловіці мгненні і емоціі зрабілі яго з дымками емблемы епохі. У експазіціі працтавліны винтажны аутарскі роботы, які ніколі раненні експанаваліся ў Беларусі. Выстава даўжыцца па 25-га лютага. І яшчэ, на пачатку годы спеціальны прэміі президента Республіки Беларусь дзейчам культуры мастацтва бэў дастойны аутарскі коліктыв Беларускай дзержавна акадэмі мастацтва ў складзі Поліна Емельяновіч, Константіна Кастючэнкі і Глеба Отчыка. Боўш за год молодыя людзі займаліся мастацкім афарбліннім храма ў гонор святых Касмэй Дыміяна ў граградку Вишніва Валожанскага района. Мастак монументаліст Глеб Отчык стварыл унікальна фрэскі на купалі, стенах і алтары. Глеб, здраствуйте! Поздравляем вас і весь авторскі коліктів Беларусській государственній акадімі іскус с высокой наградой. Як вам випала честь оформляти храм святых Касмэй Дыміяна в граградке Вишніва? Будучи студентом, нас на практику увозили в Псков. Там мы трудились в Межевском, Снятогорских монастырях, а это как раз византийская фреска. Оттуда у меня возникла идея делать что-то подобное. Когда я пришёл в храм, я понял, что я ещё только на первой ступени и очень пришлось много изучить как монументалисту, чтобы всё работало, и орнаменты, и сюжеты, и сцены. Очень сложная архитектура, там очень сложный потолок, то есть пришлось его тоже решать. Расскажите, пожалуйста, о вашем коллективе. Над мозаичным пановом в лотаре работала Балина Амельянович, то есть дипломная работа в Академии искусств. Одна из лучших на сегодняшний день примеров мозаичной школы, и Константин Костюченко. Сделал замечательный рельеф, камень 13 тонн и бронзовый рельеф, Касмэй Дамьяна икону. Комплекс уникальный. До того, как я туда приступил, мы меняли крышу, кровлю, фасад, восстановили полностью. Очень органичная среда там решена. С любовью, трепетом всё сделано, каждый уголок, каждый кустик посажен. Знаю, что работая над подобными проектами, всегда помогает Всевышний. Как у вас складывалась работа? Любая духовная церковная работа, она очень сложная, она не бывает без молитвы. Начало работы было сложное, надо было пережить, прочувствовать, какие-то испытания были. Работа проходила около года. Мы жили в Вишнево. Большая поддержка была прихожан, которые кормили нас, которые нам предоставали жильё. Это было такое уникальное время. И вот сегодня как раз я вернулся к Вишнево, посмотрел на те фрески. Когда уже много прошло службы, они уже духовную силу начали набирать. И у меня такое ощущение было, что вроде бы это ты всё делал, помнишь каждый процесс, каждое мгновение, но сейчас они уже живут своей духовной жизнью. Сейчас, глядя на фотографии храма, сложно поверить, что когда-то он нуждался в реставрации. До реставрации был низ отбит метр зелёной краской, а сверху был светленький. Никогда там не было ни росписи, ничего подобного. И когда было всё закрыто в лесах, где-то кусочками был виден тёмный синий цвет, он испугал и матушку, и батюшку, и прихожан. Когда леса открылись, это настолько расширило пространство, настолько расширило воздух в этом храме. Он действительно сейчас очень интересно, пространственно, имеет композиционное своё завершение. И очень хорошо работает среда за счёт того, что фресковая роспись, пигменты работают. Вечернее состояние он наполняется одними красками, в дневной, а другими красками. В храме тоже происходит своё такое таинство. Как восприняли храм сами прихожане? Все прихожане деревни Вишнево – это как один ценный организм. Я просто видел, как они готовятся к службам, как они убирают храм, помогают батюшке, как разбирали леса, пилили мужчины. Это действительно как одна большая семья. И мне кажется, что вот эта премия – это премия всего коллектива, так сказать, всей деревни и прихода. Спасибо вам большое за интересную беседу, и спасибо большое всему коллективу за такую чудесную работу. И пока это всё, что мы поспели вам рассказать. Познавайте больше разом с нами, подтримливайте культуру, и заставайтесь на Беларусьстры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова